Добрый день дорогие друзья! И сегодня у нас 10 заповедей. В книге Дворим Маше нам повторяет 10 заповедей. Но интересно, что Маше пытается как можно больше нам разъяснить. И к примеру он говорит, соблюдай день субботний. В главе Итром мы читаем, помни день субботний, чтобы осветить его. Здесь соблюдай день субботний. То есть Маше уточняет, потому что поколение, которое стояло у горы Синай, досконально все понимало. Поколение, которое уже на 40 лет позже, уже некоторые вещи нуждаются из уточнения. Поэтому Маше пытается как можно больше в нас служить и уточнить. В общем, начинаем с заповеди. И говорил сильный все эти слова, сказал. Я Бог всесильный твой, который вывал тебя из страны египетской, из дома рабства. Почему не написано, что я всесильный, который создал небо и землю? Потому что мы скажем, небо огромное, это все мы не можем воспринять. И землю, что создал, не можем. Все это огромное, мы это понять не можем. Но когда Всевышний говорит, ты был рабом. Я тебя вытащил из Египта. А теперь иди и служи мне. Это мы понимаем. Эта заповедь соответствует 248 повелениям Торы. Есть заповеди, которые знают повелениям 248 и 365 запретов. Вторая заповедь идет. Да не будет у тебя других богов, кроме меня, не делая себе извояния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не служи и не поклоняйся им. Ибо я, Бог, ревнитель, карающий за вину отцов, детей до 3-4 поколения тех, кто ненавидит меня, и творящий милость на тысячи поколений, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. То есть это соответствует 365 запретам Торы. Вместе получается 248 повелений и 365 запретов. Это у нас 613 заповедей Торы. Здесь все заповеди у нас. И когда написано, помнейшие добрые дела отцов на тысячи поколений их потомков, наши мудрецы говорят, о, тысячи стоят во множественном числе, значит это множественное число. То есть то, что делаем мы на две тысячи поколений, хорошее наше, передается нашим потомкам. Еще то, что сделали хорошее наше, про отцы же еще не прошло две тысячи поколений за столько лет. И поэтому мы получаем заслуги. Но то, что мы делаем плохое, припоминает вину отцов их детям и внукам третьим и четвертого поколения. Что значит припоминает? Если написано припоминает, значит если человек не грешит, то никакая вина его отцов и дедов и прадедов ему не добавляется. А если человек грешит, может что-то небольшое сделать, то ему, а трудности большие потом испытывают, то ему добавляется вина отцов, дедов, прадедов, вот так вот. То есть мы должны заботиться о своих детях, чем мы меньше гадостей наделаем, тем меньше они будут страдать. Это надо хорошо понимать, что мимо ничего не забудется. Вот так вот. То есть если мы ведем себя по Торе, не надо бояться, что делали не так наши отцы. Мы знаем примеры такие. Мы знаем, что сын царя Минаше был праведником. Минаше был настоящим владеем. Он едва поклонствия произошел к Нане. Вот это ужас, что это было. Мы не будем сейчас возвращаться к этому. Но его сын был совершенно праведный, выполнял все запады, все досконально. И Минаше был сыном праведника тоже. И так как он был сыном праведника, ему Всевышний многое прощал за заслуги его отца. Даже когда его дальше за того, что его ввели в Вавилон, заковали в кандалы, он начал молиться Всевышнего. Всевышний его сразу вернул, вернул на царство. Но он не заслужил доли в будущем, и наши мудрецы говорят. А вот его сын был праведник, выполнял все досконально. После этого он решил один раз пойти не так, как Всевышний сказал. И он пострадал за это. Потому что у него заслуга отцов была очень плохой из-за этого Минаша его папы. В общем, все имеет значение. То есть, бывший человек праведник, один раз наступился и сильно страдает. Это тоже надо знать. Не произноси имени Бога в сильного того попусту, ибо не прости тот того, который произносит имя его попусту. То есть, мы если называем имена Всевышнего, как молитвенники стоит, мы говорим Ашем. Просто говорим слово. Ашем означает имя. Вот так мы говорим. Если мы читаем в молитве, то мы можем в молитве произносить то, что там написано. Но если мы учим Тору даже, надо очень осторожно к этому относиться. Это заповедь, которая имеет награду и в этом мире. Этот мир слишком маленький, чтобы получить награду за заповедь. Потому что награда за заповедь идет в основном в будущем мире. А в этом мире мы не все можем получить. Но за отношение к родителям, за хорошее отношение к родителям, почитание, уважение, все. Мы получаем награду за то, что мы ухаживаем за родителями. Мы получаем награду уже в этом мире тоже, не только в будущем мире. Такая важная заповедь. Помни день субботний, чтобы осветить его. А здесь написано, соблюдай день субботний. Маше нам как раввин как можно больше хотя бы вложить. А Всевышний, когда произносил эту фразу, он в одном слове говорил как бы два. И помни, и соблюдай. Здесь именно Маше говорит поколению новому, соблюдай день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай, делай всю работу твою. А день седьмой, суббота, Богу вселенному твоему, не совершай никакой работы. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни пришелест твой, который в ротах твоих. И даже животные не могут субботу твоей работать. Ибо шесть дней творил Бог небо и землю. И почел день субботний, поэтому осветил Бог день субботний. Осветил его. Вот. У нас суббота, священный день. Мы в этот день не работаем. Что называется работа в субботу? Это созидательная работа. Таких работ у нас 39. Называется 39 малоход. Мы не будем это сейчас перечислять. Но если мы хотим, мы можем открыть не уж мод. И почитать строительство храма. И мы увидим какие там производства работы. И таких работ у нас насчитывается 39. Поэтому мудрецы нам говорят, что у нас 39 малоход. И мы их не можем делать. В основном это созидательные виды работы. Нельзя шить, нельзя стирать. В общем нельзя красить и так далее. Просеивать. В общем созидательные виды работы. Но это не говорит о том, что в субботу надо ничего не делать буквально. То есть если ты допустим перенесешь тяжелое бревно или камень в субботу. Ты не нарушаешь ничего. Суббота не будет нарушена. А вот если справишь какую-то ножку от табуретки. Это будет нарушена суббота. То есть надо эти законы хорошо изучить. Тогда будет легко их соблюдать. И для того, чтобы правильно соблюдать субботу. Надо понимать некоторые правила. Что можно переносить в субботу. Что можно сделать для того, чтобы была хорошая еда на столе. Как ее подогреть в субботу. В общем есть разные у нас вопросы к этому. По этому поводу обращаемся к нашим раввинам. И спрашиваем как поступать в том или в другом случае. Вот так вот. Потом это у нас 5 заповедей. Которые отношения человека со Всевышним. Это не считается. А вот уже дальше отношения человека к человеку. Не убивай. И не прелюбодействуй. И не кради. И не отзывай себя ближе на ложном свидетельствам. А почему это И стоит? Мы же читаем в главе ИТРО. Что нет там никакой И. Просто не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Причем здесь И буква. Дело в том, что. Наши мудрецы говорят. Что если человек убивает. То он будет и прелюбодействовать. Если он уже прелюбодействует. Он будет ворвать. И так дальше. Потому что заповедь влечет за собой новую заповедь. А грех влечет за собой грех. То есть если ты грешишь одной. И так подтянется. И человек полностью опустится до самых низов. Это мы тоже должны очень хорошо понимать. То есть надо стараться одну заповедь не нарушить. Потому что она подтянет собой и другие. Это все посыпется. Но мы должны выстаивать. Это очень тяжело. Но надо стараться выстоять. И если мы стараемся. Мы добьемся хорошего результата. Так как нам Всевышний говорит. Не отзывай себя ближе к своему ложным свидетельствам. То есть человек пришел в суд. И говорил человека. Сказал, что что-то сделал плохое. Его могут казнить за это. И поэтому Тора говорит. То, что хотел свидетель, чтобы сделали с ним. Надо сделать со свидетелем. Суд должен приговорить. Если действительно это ложный свидетель. Это страшное дело. А не убивай. Имеется здесь отношение. Не убей невиновного именно. Это не то, что идти на войну и не убивать. Нет. Если война, надо убивать. И допустим, не укради. Вот именно здесь в 10 заповедях. Не укради относятся. Не укради человека. Кто украдет человека. И тот находился в руках его. То тоже подлежит смерти. Тора нам говорит. Что касается имущественных отношений. Не укради. Это мы знаем. В книге Вайкраста. И 19. 11. 18. Там она все стоит. Не крадить. Не орицать иисину. Не обманывать друг друга. И так дальше. Мы там читаем. Это там, где люби ближнего своего к самому себя. Там мы это прочем. И во многих главах. Не желай дома ближнего своего. Не желай жены ближнего слова. Не осваива, не быкаева, не рабаева. Ничего, что у ближнего твоего. То есть заповедь на зависть. То есть эта зависть может довести до такого, что и до смерти может довести. Мы помним, как Каин убил Гевеля. Каин был земледельцем. Он выращивает хлеб. Это очень большой труд. А Гевель был животноводом. Естественно, животноводом нашему Трице говорят. Быть легче. Но написано, что Каин принес жертвы всесильному. Взял какое-то, что у него было под рукой и дал. Из своего урожая растений каких-то. А Гевель взял самых жирных овец своих дал. То есть у него отношение было. Он дал самое лучшее, что у него было. И поэтому написано, что преклонился Всевышний кому? Гевель. И досадно стало Каину написано. И Всевышний говорит. Если клонишься к добру, то воздастся тебе. Если же нет, то у двери грех лежит. И ты должен власть над ним. То есть он должен был сдержаться и не делать. И замыслил Каин зло против Гевеля. И были в поле, он его убил. Вот так. То есть и написано, что голос крови взывает тебя из земли. Крови в множественном числе. То есть он виновен в том, что не только убил своего брата Гевеля. Это еще и в крови нерожденных Гевелем потомков. То есть это все не так просто. Это заповедь непростая. Это зависть очень может до плохого довести. Поэтому мы должны четко-четко контролировать ситуацию. Если нам Всевышний что-то дает, то мы должны быть счастливы тому, что он дает. Потому что если ты видишь у кого-то что-то, и ты думаешь, что у него лучше, нет. Ты должен это заслужить. Вот так вот. Значит, человек этот заслужил. Это не все так просто. Мы должны радоваться тому, что имеем. Кто богат, пишет наши мудрецы. Тот рад своей доле. Тот рад тому, что он имеет. И тогда это правильно. Вот так вот. Так говорит наш мудрец Гилей. Мишни Авод по учению отцов. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы, Якова бен Аху, моего дяди, Владимира бен Григория, моего брата, Павел бен Ефим, Хаймалка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самын Гердж, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бот Йосиф, Заздороя Светлана бот Клара, Шимон бен Эльцхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина перва бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бот Софи, Дворра бот Мирьям, Мо Евгений бот Ида, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина бот Ри, Ароны Ри бен Ри, За хороший дух Ароны Ри бен Дворра, Дииз бен Ахум, Абигал бот Сара, Парнаса и Бриют Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха Парнаса Кавана, Мазл то, что мы это время не грешили, учили Тору, Делитесь видео с друзьями, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч, надеюсь на состоится завтра 15.30 блинметр, до следующих встреч, всего хорошего